Следить за тем, чтобы американское мясо не попало на прилавки областных супермаркетов и рынков, обязанность Россельхознадзора. Именно он вместе с таможней будет контролировать ввоз мясной продукции из США на границе и отслеживать ситуацию на складах временного хранения. Уже ввезенную американскую говядину и свинину либо утилизируют, либо отправят обратно американским производителям. Они выполняют российские требования, требования таможенного союза. В США применяют стимулятор роста, препарат рактопамин. Который на территории таможенного союза Российской Федерации запрещен к применению. Американская сторона была давно уведомлена о том, что если они не будут понять российские требования, будет запрет. Препарат рактопамин дают крупному рогатому скоту и свиньям, дабы они быстрее нарастили мышечную массу и меньше жерели. Такой стимулятор запрещен в 80 странах мира, в том числе в странах Евросоюза и в Китае. Ученые считают, что рактопамин токсичен и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. До конца его влияние на организм человека еще не изучено. Тем не менее, он широко применяется в американском сельском хозяйстве. Владимирские же продавцы мяса и до запрета не особо жаловали говядину и свинину из США. Зачем нам импортное, если и своего хватает? Говорят они. Когда импортное, то есть продукция, она замороженная, она течет, смотрите, оно плотное, хорошее. А если импортное? Импортное, то есть сок поднимаешь, когда, вот здесь будет уже вода. Ага. Вот, и оно будет такое сероватого цвета и назад не будет возвращаться. А это даже пружинит. Экономика региона также не особо пострадает от сегодняшнего запрета, ведь доля американского мяса на наших рынках ничтожно мала. Не знаю, не пробовал, не ел, не знаю. Если предложили, попробовали бы? Зачем у нас свой вес хороший? Американским не надо, но и дарам. А почему американское нет? А так, смотрим, как. А? Родные же все лучше. Вот беру животное, кошки, они едят наше местное мясо. А кошку не обманешь. Человек можно обмануть, как говорится. А импортные кошки не пытаются? А не едят, пыталась. Как долго будет действовать запрет, целиком и полностью зависит от американцев. Пока наши власти не получат от них ответы на все вопросы, связанные с сомнительным препаратом, или сельхозпроизводители США не начнут поставлять свинину и говядину, выращенную без применения рак топамина, табу будет оставаться в силе. Алексей Дудин, Иван Людков, 6 канал. Субтитры создавал DimaTorzok